Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я рад вас приветствовать в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью». Сегодня речь пойдёт про зубы, про кариес. И сейчас вы узнаете, что же такое кариес на самом деле, от чего он возникает, как и чем остановить его рост и развитие. И о том, как не допустить кариес в дальнейшем никогда. И самое главное, как же сохранить свои зубы на всю жизнь здоровыми, а это возможно. Также я расскажу вам, как и чем правильно ухаживать за зубами. И несмотря на то, что у меня уже выходило видео на эту тему на моём канале, то есть, как сохранить здоровые зубы, но я вижу, сколько проблем у людей, и вижу, какое непонимание глубокой первопричины этой проблемы. Да, люди знают что-то где-то, что-то о чём-то слышали. Многое правильно слышали, но не делают. Не хватает мотивации, потому что не хватает полного и глобального целостного понимания этой проблемы. Вот сегодня я вам дам это целостное понимание. Коротко, чётко, по сути. Гигиена полости рта зубов, конечно, необходима. Тут и спорить не о чем. Но зубные пасты, их частое применение всё-таки приводит как бы к шлифовке. От шлифовки эмали, порчи эмали зубов. Промышленные пасты по многим причинам не полезны. Если вы не едите ничего сладкого, то чистить 2-3 раза в день зубы смысла нет. Если у вас нет налётов на зубах, то тоже нет смысла чистить их постоянно. Но я вам расскажу, как добиться того, чтобы налётов тоже не было. И, конечно же, ухаживать за зубами, за полостью рта необходимо. Но вот как ухаживать, чем чистить, сколько раз в день, это зависит напрямую от типа вашего питания. Поддерживать здоровье зубов гораздо легче, чем их лечить потом. Если у вас есть маленький начинающийся кариес, либо утончение эмали, не надо бежать сразу к врачу сверлить, портить зубы. Конечно же, вы знаете, что определённые бактерии вызывают кариес. Но они боятся щелочной среды. И потому просто после еды надо полоскать рот раствором соды. Вообще сода вещь хорошая. И можно, и нужно правильно её использовать. Для этого я сделал видео про соду. Непременно потом это видео посмотрите. По ссылочке в описании оно непременно будет. А вот почему же во рту формируется кислая среда, которая как раз и провоцирует растворение эмали? Ведь эмаль и зубы состоят из щелочных минералов, а кислота разрушает щелочь. Безусловно, это выделение бактерий. Безусловно, это частички пищи. И всё то, что говорят в этой связи врачи зубные, это правильно. Но самое главное, и то, что знают или, скажем, недопонимают люди, это то, что любые сахара, быстрые углеводы, всё, что сладкое, разрушает эмаль в первую очередь. И не только непосредственно путём контакта с зубной эмалью, но и через кровь. А ведь кровь – это главная жидкая соединительная ткань всего нашего организма, всех клеток воедино. И по ней текут и питательные вещества, и лекарственные, и лечебные, и токсичные. И потому нужно учесть, что сахар вызывает воспаление. Это тоже нужно понимать в первую очередь микрокапилляров крови. В ротовой же полости PH среда должна быть, конечно же, щелочная. Потому что ротовая полость – это первый отдел пищеварительной системы нашего организма. Посмотрите потом непременно моё видео про пищеварительную систему. Полное видео. Ссылочка будет в описании. Так вот, в ротовой полости вырабатывается фермент птиолин. Это слюная амилаза. Это щелочной фермент, и он работает в щелочной среде. Но, потребляя сладкое, мы закисляем свой организм. Кстати, как и потребление высокомолекулярных, сложных в большом количестве белков животного происхождения. В первую очередь, потребление молочного белка козеина. Ещё один очень важный момент. Не надо чистить абразивной зубной пастой. Промышленная зубная паста вредна. И не только тем, что там есть фтор. Конечно, есть пасты, где фтора нет, но там есть кое-что другое. И об этом очень важно знать. Чуть далее я вам расскажу про эти компоненты, другие, в зубной пасте промышленной. Говоря о зубной пасте, есть другие варианты. В своём прошлом видео про здоровые зубы я говорил, как можно сделать зубную пасту очень качественную, хорошую, своими руками, чтобы она не обладала абразивными свойствами, и чтобы она была полностью из натуральных компонентов. Кому это делать не лень, посмотрите непременно вот это моё видео. Также есть другой вариант. На нашем сайте nadgar.ru, кому это удобно. Есть пасты из Индии, производимые одной семейной маленькой компанией, которые сделаны только из натуральных компонентов. Там нет, кстати, не только фтора, но там нет и других вреднейших компонентов, которые есть во всей промышленной пасте. Это лурилсульфат и триклозан. И если вы будете чистить такой обычной пастой, вот не удивляйтесь, почему сейчас у всех людей, и у вас в том числе, скорее всего, синдром раздражённого, дырявого, перфорированного по-другому кишечника. Об этом я подробно говорил в моей лекции. Синдром раздражённого кишечника советую потом посмотреть, изучить. Кстати, можно чистить зубы зубной щёткой, и обмакивая её в концентрированный раствор соли, лучше морской или гималайской, 20-30 промилей. А ещё лучше этот раствор обмакивать в масло кокоса и чистить с ним. Кокосовое масло обладает рядом антисептических свойств, благодаря своему уникальному составу жирных кислот. Если кто ещё не смотрел, непременно посмотрите моё видео про кокосовое масло и про жиры. Пользоваться зубными нитями, конечно же, нужно. Они помогают вытаскивать из пространства межзубов различные частички пищи. А также зубными, деревянными, обязательно вот такими простыми зубочистками. Причём, если их вот таким вот образом надламывать и как бы раскалывать, тогда можно сделать острые, тонкие такие защепы. И аккуратно между зубами, чтобы не повредить только, естественно, дёсны, пищу вытаскивать и как бы налёты между зубов. Это очень хороший способ. Но после этого обязательно продезинфицируйте полость рта, прополоскав раствором соды, либо соли. Впрочем, об этом я уже говорил. Эти мои советы, которые я вам сейчас дал, были важными, нужными, но сейчас будет более весомая информация, ещё более важная. Как же решить проблему радикально, глубинно, через кровь? То есть, убрав предпосылки, сами предпосылки образования кариеса. А вот как. Убрать сахар из рациона питания вовсе, совсем. Дело не только, как я говорил, в прямом контакте, но и в контакте через кровь, через воспаление во всём организме, начиная с кишечника при потреблении сладостей. Перестать потреблять нужно всё, что содержит сладкий вкус. Вообще всё. И тогда будет результат быстро, однозначно. И польза тогда будет не только для зубов и ротовой полости, а для всего организма. Так что дело здесь не только в закисляющем воздействии сахаров, а более в глобальных глубинных процессах. Так вот, при переходе на кето-питание, кето-рацион любого типа и стиля, то есть, когда из пищи, из рациона питания полностью удаляются всевозможные простые, быстрые сахара, то есть, моносахариды, углеводы, другими словами, всё, что на вкус сладкое, тогда зубы перестают разрушаться, а уже имеющиеся небольшие кариесы и истончение эмали не регрессируют, не перерождаются в глубинные кариесы, дырки. То есть, останавливаются в своём развитии. Также проходят на языке нёбе, на зубах налёты. Также уходит, уменьшается количество колоний различных грибков, микромицетов, патогенных в организме, начиная от кандид до различных тамбатритеса и других. Потому язык очищается, он уже не будет у вас по утрам белым или серым налётом отдавать. На обычном же питании никакая гигиена полустирта радикально, конструктивно, принципиально не помогает. Она лишь частично может задерживать развитие кариеса. Ну а промышленными зубными пастами категорически не пользуетесь. Обязательно посмотрите вот эти три мои видео. Кето-питание, веганская кето-диета, интервальное голодание и калории. Ну а теперь, подводя итог, я расскажу о двух главных причинах кариеса и других причин практически нет. То есть, они составляют не более одного процента из ста. Но вначале будет небольшая реклама. Вот под этим самым видео будет ссылочка на два уникальных новых прибора, которые у нас появились на нашем сайте, долгожданных. И это плазменные ионизаторы воздуха для автомобиля и для дома. Я прошу вас обязательно изучить свойства, назначения, надобность этих устройств. На нашем сайте, под этими товарами, вы найдете полное описание. И когда-нибудь, у меня руки дойдут, я сниму обязательно видео про них непременно. Итак, первая главная причина кариеса – это нарушение изменения минерального баланса в организме. Это, по сути, глобальное нарушение обмена веществ вовсе. И всегда это дефицит кальция, магния, кремния, важнейших макро- и микроэлементов. Также знайте и о том, что если даже кальция у вас в организме достаточно, и он в хилатной, органической форме, которую вы получили в составе пищи, которую вы едите, то тем не менее, если у вас есть дефицит витамина К2, помните, что кальций проводится в костную ткань, а зубы – это часть костной системы организма человека, только благодаря этому витамину не Д3, а К2. Но витамин Д3 необходим, конечно, безусловно. И поэтому следите за тем, чтобы у вас не было дефицита витамина Д3. В наши дни дефицит этого витамина есть поголовно у всех, даже у тех, кто живет на югах. Почему? Обязательно посмотрите мою очень важную лекцию на эту тему – витамин Д2, Д3. И вот эту лекцию – витамин К1, К2, Д3. Итак, магний, кальций, кремний, витамин Д3 и витамин К2 – вот что необходимо. Вот в чем не должно быть дефицита у вас в организме, чтобы правильно формировалась костная система и, в частности, зубы. Это важно и для детей, особенно по мере их роста, и для вас, для взрослых, чтобы, так сказать, у вас зубы сохранялись на всю жизнь здоровыми. Но это первое условие. А теперь есть второе. Второй важнейший фактор – проблем с зубами. Это нарушение микробиоты кишечника, да-да, кишечника и полости рта. Полость рта – это первый отдел нашей пищеварительной системы. Итак, делаем вывод, и это истина. Кариес и другие проблемы с зубами есть ничто иное, как метаболическая проблема нарушения обмена веществ. Это метаболическое воспалительное заболевание. И убрать воспалительные процессы глобально можно только полностью исключив сладкое из своего рациона питания. Кето-диета. В идеале веганское кето-питание. Есть идеальная система питания организма человека, при том, что он не будет испытывать дефицита в различных элементах питания, а это, безусловно, возможно, зная, что, как, зачем и почему. Об этом как раз все в моих лекциях вы найдете. Так вот, это идеально для нормальной работы нашего ЖКТ. И для всей, соответственно, нашей микробиоты, и для полости рта. Показателем этих положительных изменений будет идеальная ротовая полость. То есть, соответственно, отсутствие налета, плохих запахов и отсутствие новых дырок. Налет на зубах, деснах – это ничто иное, как результаты жизнедеятельности, отработки продуктов метаболизма, бактерий в ротовой полости обитающих и, конечно, отбросов лимфатической системы, выходов, в выводах которых много в ротовой полости. После перехода на кето-питание со временем болевых ощущений при прикосновении к зубам зубной щеткой у вас уже больше не будет. Повышенная чувствительность от холодной и горячей воды пройдет. Эмаль заметно станет толще. Подробнее обо всем об этом я говорил в своей лекции про здоровые зубы. Еще раз напоминаю, посмотрите ее. Кстати, знаете, при парадонтозе опытные профессионалы, врачи сразу направляют пациента на обследование на предмет возможного у него сахарного диабета второго типа. И удивительного тут нет ничего. Это прямая связь. Вы теперь уже, я надеюсь, поняли. Высокие сахара приводят к воспалительным процессам во всем организме. Они снижают иммунитет, защитные способности организма. Приводят к ухудшению циркуляции крови, особенно в микрокапиллярах, а следствие плохое заживление ран и иных повреждений. Убрав углеводы, убрав все сладкое из своего рациона питания, мы восстановим нормальную работу нашей симбиотической кишечной микрофлоры. Мы улучшим усвоение минералов, витаминов и других нутриентов, а тем самым улучшим питание всех клеток нашего организма, в том числе и костной ткани, в том числе и зубов. Помните, что пока в зубе есть кровеносные сосуды, микрокапилляры, и пока там есть нервные окончания, зуб жив, и обменные процессы в нем идут, а каким образом? Через кровь, конечно же. И потому можно приостановить любые повреждения, поражения зубов в этот момент. Пока зубы живы, берегите зубы, пока они у вас живы. А теперь что по телевизору у нас показывают женщин, которые по 30-40 лет на вид уже с протезами? И ничего удивительного в этом нет, потому что то, что рекламируется, и то, что люди покупают в супермаркетах, бегают, естественно, это не является едой вовсе. Это продукты-заменители, это рафинированные продукты, это продукты с гигантским количеством углеводов, которых в рационе питания советских, русских людей, других людей, стран мира, любых, не было еще 30-50, тем более более лет назад. Поэтому в наши дни зубы сберечь труднее, но только тогда, если вы будете придерживаться того питания, к которому привыкли, которое для человека является неестественным, неприродным. Но если вы примете те несложные, простые меры, о которых я сегодня говорил, то тогда, конечно, все наладится, ухудшаться состояние зубов больше не будет, а будет только улучшаться. И те зубы, которые сейчас в сохранности, они останутся в сохранности. Берегите детей своих с молоду. Еще раз маленькая реклама в этой связи хороших, честных товаров. Итак, зубная паста индийская, великолепная, у нас есть, если захотите. Не захотите, делайте ее сами. Я объяснил, как это делать в моем прошлом по зубам видео. Скоро у нас будет уникальный порошок из, скажем, волокна льняного. Это для присыпок детских и для чистки зубов, особенно если этот порошок смешать прямо с кокосовым маслом, который тоже вы можете у нас купить. Так вот, будет идеальная паста, не абразивная, которая будет антисептическая и, по сути, ничего другого и не нужно. Ну, разве что солевые, либо содовые полоскания полости рта после еды. Ну и, конечно же, зубные нити, само собой. Да, и чуть не забыл. Сейчас мы начинаем с одной фирмы сотрудничать, которая в Сибири делает такие пастилки из природной живицы пихты. Великолепная штука. Это, по сути, природная натуральная жвачка, не химическая гадость, а натуральная, обладающая мощными антисептическими свойствами, которые будут защищать полость рта. Скоро на нашем сайте nadgar.ru эти товары будут и под этим видео мы тоже ссылочки разместим. Но в любом случае, зайдя на наш сайт, всегда там есть такая лупа, вводите туда товар, например, жвачка, ну там, скажем, или вот зубная паста. У вас появляются, высвечиваются эти товары. Найти очень всё просто. Напоминаю, что отправляем мы свои товары, продукты, приборы в любые города и страны мира. Неважно, где живёте, в Казахстане, в Белоруссии, в Австралии, в США и так далее. А на территорию Украины мы отправляем нашему представителю на территорию Украины в Киеве, лавка Фролова в Киеве. Можете обращаться к ним. Есть у нас также очень хорошие эко-зубные щёточки, не пластиковые, поганые, которым вы загрязняете окружающую среду, а деревянные. Ну а на этом, пожалуй, всё. Я желаю всем хорошим, честно, порядочным людям крепкого здоровья. Вообще всем людям здравомыслия и мудрости. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписался. Ставьте обязательно лайк, поддержите канал и пишите отзывы, чтобы видео лучше распространялось. Напишите, кстати, под видео, какие темы вы хотите, чтобы я осветил, какие видео сделал новые. Делитесь моими видео в соцсетях с вашими друзьями, знакомыми, ведь это наше общее дело, простыми, в общем-то, натуральными средствами сделать нашу жизнь здоровее, лучше и дольше. Всего хорошего, дорогие товарищи. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok